Дорогие братья и сестры, и также всех гостей я приветствую в это воскресное утреннее благослужение. У нас есть желание сейчас помолиться, чтобы призвать имя нашего Господа, чтобы Он благословил наше общение. Уставши будем просить благословения. Благодаря тебе. И благословите братьев, которые будут передавать слово. Благодаря тебе, которые будут стройно воспевать славу тебе, нашему вечному Богу. Благодаря тебе, которые будут сегодня участвовать, чтобы имя Твое прославили достойно. Излей на всех нас Твою благодать. Аминь. Друзья, сейчас прозвучит общее пение «Радуйся, мир!» Господь грядет в сопровождении музыкальных инструментов. Я буду показывать, будет вступление, и перед проповедью будет хоровое участие. Господь грядет в сопровождении музыкальных инструментов. Господь грядет в сопровождении музыкальных инструментов. Господь грядет в сопровождении музыкальных инструментов. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. с этим великаном. Субтитры подогнали Симон. 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 Мы как церковь тоже благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты совершил великое, за то, что Ты церковь создал, что врата ее не одолеют. Этот греховный мир, Господи, который погибает, Господь желает как-то тень бросить на церковь, но благодарим Тебя, что Ты хранишь ее в Твоих руках. Ты ходишь посреди семи золотых светильников, Господь, и благословляешь. И наше переживание тоже неспасенных засвидетельствовать этому греховному миру, чтобы они превращались уже в детей Божьих, чтобы они оставляли неверие и приходили к Тебе. Господи, мы молимся о наших детях, родных, близких, неспасенных, чтобы они тоже пришли и познали Твое святое великое имя. Благодарим Тебя за это чудо воплощения, за чудо спасения, Господи, за милость Твою постоянную, за сошествие Духа Святого, Господь, в день Пятидесятницы на церковь, на народ Твой, Господи. Благодарим Тебя, что Ты подготавляешь нас и показывай, что еще нужно для того, чтобы мы были чисты и непорочны для восхищения, для жизни, для служения, Господи. Благослови нас, милосердный, и будь за все прославлен, великий и любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ангелы возгласили, на земле мир, в людях благоволение, спаситель дан нам. Мы сейчас вместе прославим Бога общим пением вести ангельской внемли, номер 697, друзья, будьте внимательны, смотрите на руку. После второго куплета будет маленький прыж, потом хоровое служение, потом участие детей 2009 года, два пения, два стихотворения. Будьте внимательны, собирайтесь, будьте готовы. И потом инструментальное исполнение апсалма, что за дитя в клеву чужом. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 ПЕСНЯ 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 Евангелие от Луки, вторая глава, с восьмого стиха. В той стране были на поле пастухи, Которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, И слава Господня осияла их, И убоялись страхом великим. И сказал им Ангел, не бойтесь, Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее, Слава Вышних Богу и на земле мир, В человеках благоволения. Когда же ангелы отошли от них на небо, Пастухи сказали друг другу, Пойдем мы посмотрим, О чем возвестил нам Господь. И пошли и нашли Марию, иосифа, и младенца, Лежащего в яслях. Сменялись дни Несчетной темной ночью. Верблюды шли вперед неутомимо, По каменистой и песчаной почве, Пересекая реки и долины. Три седока, Три мудреца с востока, Настойчиво животных подгоняли, Слова святые древнего пророка Им дивное событие предсказали. Родился царь В далеком Вифлееме. Они его рождение ждали. Звезда зажилась На темно-синем небе И поманила их глухие дали. Они нашли того, Кого искали. Ничто в пути их не остановило. В улыбке хитрой Ирод зубы скалил. С докладом во дворец Зайти просил им. Они ж ушли окольными путями. Довольные, счастливые, как дети. Не так ли и сейчас бывает с нами? Мы ищем Господа И встретим. Глупцы идут дорогами кривыми, Где бурь воют, Злые ветры свищут. Звезда зажилась На темно-синем небе. Но только мудрецы Иисуса ищут. Аминь. Звезда зажилась Иисуса ищут. Звезда зажилась Иисуса ищут. Звезда зажилась Иисуса ищут. Иисуса ищут. День рождения большой любви. Это с неба голосу приветов, Это праздник для каждой семьи. Рождество — это воля волна, Это новое небе звезда, Жизни вечной прямая дорога, Это хлеб и живая вода. Рождество — это праздник мира, Примирение людей с Творцом, Пусть сердце откроется шире В этот праздничный день пред Христом. Рождество — это воля волна, Это новое небе звезда, Жизни вечной прямая дорога, Это хлеб и живая вода. Рождество — это праздник света, День рождения большой любви. Это с неба голосу приветов, Это праздник для каждой семьи. Рождество — это праздник для каждой семьи. Рождество — это праздник для каждой Toda, Это хлеб – пищевая вода. Это хлеб – пищевая вода. Номер псалма 171. Славьте Бога! Вместе, друзья, споем общим пением под аккомпанемент инструментов. Славьте Бога! Славьтесь на небе! Славьтесь на небе! Славьтесь на небе! Славьтесь на небе! Славьтесь Бога! Рады в горе! Чувство в вашей высоте делал! Славьтесь Бога! Славьтесь на небе! 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 Звучит песня. 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 нашим, и всем естеством нашим, что нам приятно и хорошо, и мы от этого радуемся. Но есть радость совершенная. Ее отнять никак невозможно. Я хочу привести один жизненный пример. В то место, в чем мы проживали, в Украине, есть город Николаев. Это соседняя область с нашей Херсонской областью. И уже когда пришла свобода, покаялся один прокурор областной. В свое время, когда на Церковь Божию были гонения, он участвовал в этом деле. И немало потрудился. И немало потрудился. И когда он покаялся, мне несколько раз приходилось с ним встречаться, он и Слово Божие проповедовал. И вот он делился тем, что у него было на сердце. Он говорит, что когда я уже вырос, был в совершеннолетии, у меня желание было, чтобы выучиться на прокурора, стать прокурором. И я этого добился. И я в этом испытывал особую радость. Я не представлял себе жизни без этой профессии. И у меня в этом был успех в моем деле. И тогда, когда уже пришел в определенный преклонный возраст, говорит, Господь постучал в мое сердце. С моими понятиями, изглядами, которые я имел до этого часа, я никогда не мог подумать, что все то, что я имел, это все ничего не значит. И эта радость, она проходящая. А когда я опознал Господа, я опознал радость совершенную. Я оценил то, что сделал для меня Господь. И жизнь моя поменялась. И я совершенно по-другому смотрю на то, что сделал для меня Иисус Христос, Сын Божий. Он пришел к отделенным, там покаялся, принял водное крещение и стал членом церкви. Это свидетельствует светский человек, который испытал радость в том, что он добился того, что он желал. И у него все хорошо получилось. Но счастья в этом он не нашел. И можно много приводить таких жизненных примеров, друзья, тогда, когда эта временная радость, она проходящая. И смотришь на человека и обратно уныние, обратно переживание. Я хотел бы, чтобы сегодня вселить в нас вот эту живую радость о Господе нашем Спасителе Иисусе Христе. И у меня есть пять таких моментов, от которых спасенный человек радуется в том, что он Дитя Божье, что он спасен. Итак, первое, на что я хотел обратить внимание, братья и сестры, в чем выражается радость спасенного человека. Он радуется в том, что он Дитя Божье, и его имя записано в книгу жизни. Это самое важное и самое ценное для человека, что тогда, когда он покаялся, возродился для новой жизни через Духа Святого, он Дитя Божье. Он имеет Отца, который заботится, который сделал все возможное для того, чтобы имя мое и ваше записать в книгу жизни. Что может быть дороже? Братья и сестры, все это земное, оно проходящее, о чем я уже сказал. А вот самое важное, цены это небесные. И мы с вами странники и пришельцы на этой земле, и за этот период времени, который Господь определит для нас, очень важно нам определиться. И я думаю, что здесь большей частью народ Божий, которые уже определились и вкусили, как благ Господь, мы с вами дети Божьи. И наши имена записаны в книгу жизни. Послание Кремлинам, 8 глава, 16 стих. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, что наследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Вот какое прекрасное место священное Писание, которое говорит о том, что сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А раз дети Божьи, то что наследники Царства Небесного, братья, сестры, от этого то приходит и радость, и мы радуемся и торжествуем. Второй момент, на который хочу обратить внимание. Мы радуемся тому, что в Спасителе мы имеем мир и покой в сердцах наших. Это правда. Дорогие друзья, милые братья, сестры, это правда, что в Иисусе Христе Спасителе нашем мы имеем мир и покой душах наших в сердцах наших. И тогда, когда порою посещают нас какие-то тревоги, переживания, а с нами Спаситель, а с нами Тот, Который утешает, Который приносит покой душе нашей. И мы этому радуемся. Вот смотрите, как Христос говорит, его слова от Матфея 11 глава 28 стих. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. А как дальше написано? И найдете покой душам вашим. это место особо ободряет, дорогие друзья. И от этого испытывается особая радость, что я имею покой и мир в душе своей. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы это оценили. Это великая радость для нас спасенных, что мы имеем покой и мир в сердце нашем. Третий момент, на который также хотел обратить внимание, радуемся тому, что спасители мы с вами, христианская семья, мы, братья и сестры. Я не знаю, для меня насколько это дорого, в очередной раз, когда я посещаю ту или другую церковь, смотрю на лица братьев и сестер, я радуюсь тому, что это христианская семья. крови сына Божьего мы стали родными братьями и сестрами. Мы поем такой псалом «манит сердце мечтою, вось небес голубая». И наше желание, наше стремление к тому, чтобы нам быть соединенными в Иисусе Христе. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Я сегодня имею возможность быть перед вами, и у меня вспоминается одно событие, связанное с поместной церковью. Когда я был здесь с вами, и мне было очень плохо с моим здоровьем, у меня был инсульт, я не мог разговаривать, и тогда, когда вы, братья, сестры, узнали о наших переживаниях, вы притягнули руку помощи, вы поддержали и духовно, и материально, как это было приятно. Я от этого испытывал особую радость, это мои братья, сестры, это все спасители нашего Иисуса Христе, который спас нас. Это великая радость для меня, это великая радость для каждого из нас, это большая христианская семья, это братья, сестры, руковьи, сына Божьего. Как не радоваться, как не трассовать. И поэтому еще раз хочу поблагодарить вас за то время, за ту заботу, которую вы проявили к нашей семье. И для меня это очень радостно. И я понимаю, там, где случается беда, тут рядом братья, сестры, не спешать в том, чтобы помочь, чтобы поддержать. И это Господь, это великое славное имя. Поэтому от этого мы испытываем с вами великую радость. Четвертый момент. Мы радуемся о нашем Спасителе Иисусе Христе, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Братья, сестры, идя этим жизненным путем, мы с вами спотыкаемся. Порою приходят какие-то искушения и воздействуют на наше духовное состояние, и порою мы не бодрствуем. И знаете, как хорошо, когда мы обращаемся к тому, кто очищает наши грехи. И вот смотрите, текст Священного Писания, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если ходим во свете подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Сына Божьего очищает нас от всякого греха. Если бы не Иисус Христос Спаситель, если бы Он не пришел на эту землю и не родился для человечества, если бы Он не пошел на Голгофу и не умер, как бы оно было среди человечества? Но какая-то великая радость. Я знаю тогда, когда где-то чуть-чуть со мной что-то не так произошло, я спотнулся, я бегу на Голгофу, я бегу к тому, кто очищает от всякого греха и дает нам возможность более и более сплотиться с друг другом и прославлять нашего Господа. Это все делает Спаситель. От этого мы испытываем с вами великую радость. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Иисус Христос, который пошел на Голгофу, взял грехи и беззакония всего человечества и наши грехи и производил там на Голгофе. И мы получили спасение. И кровью Сына Божьего мы с вами очищаемся от всякого греха. Слава нашему Господу! И последнее, мои друзья, дорогие, пятый такой вот пункт, который обозначил для себя. Мы радуемся тому, что спасители смерть вторая не имеет власти над нами. И текст Священного Писания книга Откровения 20 глава 6 стих. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царство с ним тысяча лет. Блажен и свят человек, который будет участвовать в воскресении первом. Мы с вами об этом мечтаем. Мы это воспринимаем верой, братья и сестры, когда у вас трубит труба Господня, Арканин Господень. И Священное Писание нам говорит, как это все произойдет, что прежде вас встретят мертвые, потом мы, оставшиеся до пришествия и встречи с нашим Господом, эта встреча произойдет на облаках. И так всегда с Господом будем. Поэтому Слово Господне нас вселяет или веру нашу в том, что мы ожидаем первого воскресения. И над тем, кто войдет первое воскресение, смерть царая не будет иметь над ним власти. И мы с ним будем царствовать тысячу лет. Знаете, я вот когда рассуждаю над этим текстом Священного Писания по отношению тысячелетнего царства. Беден мой разум понять до конца, как оно будет. Но я отоберу верой, что когда в тысячелетнем царстве Иисус Христос церковью придет на землю и будет царство тысячу лет. Как это? В новом теле совершенно по-другому, по-вечному и будет происходить вот этот момент. Это удивительно для каждого из нас. И это всеряет нас радость. Это говорит о том, что у нас есть Иисус Христос Сын Божий, Который открывает нам великие и чудные дела Свои по отношению вечности. Да благословит нас Господь, чтобы нам в этом испытывать особую радость. Мы сейчас с вами будем молиться. У меня такое желание, чтобы в кратких молитвах поблагодарили нашего Господа, что мы имеем этот великий праздник, о котором мы вспоминаем в эти дни. Христос, Сын Божий родился, Спаситель миру. И Иисусе Христе мы имеем великие драгоценные обетования, на которые мы с вами уповаем, и от этого испытываем великую радость. Слава, честь и поклонение, нашему Спасителю. Аминь. Помолимся. Аминь. Господи, Боже наш, как величественное и славное имя Твое, отче, сердечно благодарим Тебя, что в свое время Ты послал на эту греховную землю Сына Своего, который стал Спасителем Всего человечества. Благодарю Тебя, Господи, что Ты не прошел и меня, и каждого из нас, стоящего пролицем Твоим. И мы радуемся тому, Господи, что Твое спасение посетило нас, и мы, Господи, обратились к Тебе, возродились для новой жизни, получив прощение, Господь, от Тебя, мы стали детьми Твоими. Нас радует то, что имена наши записаны в книгу жизни. Мы радуемся тому, что мы нашли покой и мир душам нашим. Мы радуемся тому, что мы семья христианская, что мы, Господи, едины в Тебе. Мы радуемся тому, что кровь Сына Божьего очищает нас от всякого греха. Господи, мы радуемся тому, что мы имеем жизнь вечную в Тебе, но самое важное и ценное для нас, чтобы нам сохранить верность Тебе, чтобы нам не потерять радость спасения, чтобы нам укрепляться в вере и в любви к Тебе и друг к другу. Помоги нам, Господи, благослови поместную церковь, моих дорогих братьев и сестер. Благослови, Господи, служителей, соработников на небе Божьем, Господи, укрепи их силы, чтобы, Господи, мы всем естеством Своим могли, Господи, принадлежать Тебе, потому что мы особо нуждаемся в благодати и милости Тебя, Господи. Мы прожили этот год, мы видели Твои благословения, ощущали на себе, как Ты заботился о нас, Господи, что есть не так, прости, помилуй нас, где не доставало радости, Господи, прости нас, прости, помилуй. Мы в преддверии Господи, встречи Нового года, приготовь нас, Господи, и к этим служениям, тогда, когда будет неделя молитвы, чтоб мы особо желали приблизиться к Тебе, Господи, Тебе единому, честь, слава и поклонения, наш Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь. В заключение нашего служения праздничного будем петь общим пением номер 701 Всесильный Царь Вселенной. Ставший будем петь. Царь Вселенной, и я с ним самих здрав, и, как дитя, если я святый, в пещере возвышал. И я грядил, как святой, и людям на горе, тогда я святым был спасителем, ПЕСНЯ 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 2020 года. Друзья, служения на этой неделе, они будут проходить следующим образом. Следующее собрание сегодня в 6 часов вечера. Затем у нас будет собрание во вторник. Оно будет тоже в 7 часов вечера. У нас начинается неделя молитвы, так это бывает в конце года и начало нового года. Мы молимся Господу на определенные темы. Во вторник наше собрание будет посвящено теме, это тема покаяния и благодарения. Думаю, что каждому из нас есть, чтобы вспомнить какие-то свои ошибки. Может, нам нужно друг с другом поговорить, в семье, может быть, своей, перед Господом покаяться в чем-то и сердечно поблагодарить Бога, потому что в этом году как худое, так и доброе, но все, что с нами было, это все было от Господа к нашему благу. Поэтому будем благодарить Господа во вторник. Среда. Это как раз тот день, когда 31 декабря, у нас конец года, и в 7 часов вечера церковь соберется на этом месте для благослужения. Да, я прошу прощения. Среда – это у нас первое число, не 31. Среда – это первое число. После встречи Нового года собрание будет в 4 часа дня. Это, думаю, хорошее время после бессонной ночи, кто собирается ее не спать, вы сможете отдохнуть, и в 4 часа мы соберемся в Доме Божьем. Друзья, тема будет у нас о благословении Господа. Будем просить Бога о том, чтобы Он благословил на грядущий год, сколько Он даст нам прожить, чтобы все, что мы будем делать, это было с благословением Господа. Потом следующее собрание будет в пятницу. Тема будет о семьях, о наших детях, о нашей молодежи и о готовности встречи с нашим Господом. Это пятница. День поста и молитвы также. Друзья, и в воскресенье, это будет 5 января, у нас будет вечеря Господня на этом месте, следующее воскресенье. Поэтому будем готовить себя для того, чтобы достойно участвовать в вечере. Я еще раз быстро объявлю. Вторник собрание в 7 часов вечера. Среда у нас уже первого числа в 4 часа вечера будет собрание и в пятницу, опять же, в 7 часов вечера. И в воскресенье в 10 утра и в 6 вечера, как мы уже привыкли. Вот таким образом будут проходить богослужения на следующей неделе. Друзья, еще такое объявление, что отошла вечность наша сестра Лопатская Анна Платоновна, и во вторник будут похороны. В 10 часов утра кладбище вот здесь рядом с нашей церковью на Абурн. Мы выражаем сердечное такое вот соболезнование семьи Лопатских. Пусть Господь вас утешит в это непростое время. Друзья, все, кто смогут, в 10 часов во вторник мы с вами соберемся на кладбище, чтобы совершить последнее такое служение у тела нашей сестры и совершить по слову Господнего погребения. Это будет вторник, 10 часов. Друзья, книга притчи, 18 глава, 22 стих, я прочитаю. Кто нашел, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Среди нас есть брат, который верит, что нашел ту добрую девушку, которая будет доброй женой. Я хочу пригласить сюда брат Константин Голуб. Пожалуйста, проходи, брат. Брат Константин, дорогой, расскажи нам, кого ты нашел. Я нашел Аню Стрепинскую. Сестра Ана Стрепинская, проходи сюда, пожалуйста. Дорогие друзья, братья и сестры. Брат Константин и сестра Ана являются членами нашей Церкви. Вчера в их доме у сестры Аны была встреча родственников, сотовство, где я был свидетелем того, что родители выражают согласие, выражают благословение в том, что вот эти молодые люди решили и согласились вместе вступить в брак. Сегодня это официальная их помолвка перед Церковью, и мы их объявляем женихом и невестой. Женихом и невестой это еще не мужем и женой, и поэтому между вами должна быть определенная дистанция в том, чтобы вы хранили целомудрие, имея страх Господень, ввели себя таким образом, чтобы не лишить себя благословения и не дать соблазнам для других. Мы немножко вчера об этом говорили, и поэтому искренне желаем вам благословения, желаем, чтобы Бог благословил все подготовительные обстоятельства до брака, и чтобы действительно в полной мере Божье благословение могло прийти в вашу жизнь. Сейчас мы помолимся, встаньте на колени, помолитесь сначала Анна, потом Константин, и мы помолимся за вас. Дорогой Господь, я буду Тебя за этот день, я буду Тебя, что Ты всех сохранил на пятого часа, я буду Тебя, что Ты моей жизни нашел в этом мире, Господи, и что Ты меня каждый день благословляешь, Господи, и что Ты мне жизнь послал, Господи, Господи. Я буду Тебя за все, Господи, поможем нам, чтобы и подготовиться к свадьбе, Господи, чтобы все было благополучно. Пребудьте с нами, Господи. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я буду с Тебя за то, что я могу здесь быть, Саня, Господь, перед Тобой, перед Твоей церковью, Господь, просим Твои благословения к нам, Господь. Я буду с Тебя, сердечно за то, что человек, которого я люблю, любит меня. Господи, я сердечно благодарен Тебе за это. Я буду с Тебя, сердечно за Аню, Господи, за то, что она согласилась с жениться на меня, Господи. Я буду с Тебя, сердечно за эту любовь, Господи. Помоги нам всегда быть вместе, любить друг друга, Господи, готовиться к браку, Господи. Я буду с Тебя за родителей, которые помогали мне, и Ане, Господи. Будь с Тебя, пожалуйста, всегда. Просим, чтобы страх Твой наполнял их сердца и сохранил их от греха и от всякого зла. Благослови все обстоятельства, которые будут подготовительными для брака, чтобы все получилось, Господь, хорошо, и их брак мог состояться, и мы могли радоваться вместе, Господь. Благослови, пусть Твоя милость и благодать будет над ними. Господи, мы благодарим также за сегодняшнее собрание, за слово, которое учило и наставляло нас, и укрепляло дух наш. Господи, у нас есть просьбы, и сегодня мы обращаемся к Тебе. Брат Виктор благодарит, что Ты благословил его путь на Украину, и он вернулся благополучно. Слава Тебе за это. Мы просим, Господь, Тебя за семью Лопацких, в которых произошла утрата, их мама отошла в вечность. Благослови предстоящие похороны во вторник и утешь их сердца. Мы просим Тебя за Ларису, эту женщину, которая посещала нашу церковь, сейчас у нее травма, и она долгое время уже в болезни. Укрепи ее, Господи. Мы рады слышать, что она потихоньку выздоравливает, но еще не может быть в церкви. Укрепи ее здоровье, чтобы она полностью выздоровела и могла быть в церкви. Просим Тебя за надежду, эту женщину, которая, Господь, в тяжелой болезни, которая, Господь, служит тому, что ей приходится проходить тяжелейшие лета, лечения, химиотерапию, радиацию. Господь, это все очень тяжко для организма человека, для его духа. Просим, Боже, чтобы Ты благословил ее, чтобы Ты утешил ее, чтобы Ты вдохновил ее, чтобы она в мире с Тобой, Господь, могла надеяться на Тебя. И просим, чтобы Твоя милость и благодать явилась над ней. Господи, мы будем расходиться с этого места. Прошу Тебя, чтобы Ты сохранил и благословил каждого, кто пришел на это собрание. Сохрани от всякого зла нашу церковь, от малого до велика каждого. Пусть Твоя отцовская рука охраняет всех нас. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Друзья, с миром Господним. Приветствуйте друг друга и да благословит Вас Бог.